Что значит для жителей сельский дом культуры? Очень многое. Это центр притяжения, место для общения, проведения досуга и творческого развития. И для того, чтобы там постоянно кипела жизнь, он должен быть в отличном состоянии. О предстоящем втором рождении сельского очага культуры в Станице Петровской мы расскажем в нашем репортаже. История этого дома культуры Станицы Петровской уходит еще в довоенное время. Именно тогда он начал строиться, чему помешала Великая Отечественная война. И только отправившись от последствий войны, здание начало восстанавливаться. Клуб строили, как говорят, всем миром. Когда не хватило денег на отделку актового зала, подключилась колхозная молодежь. В итоге дом культуры получился просто на заглядение. Просторный, красивый и очень удобный. Здесь, значит, колхоз был имени Ворошилова. Самый богатый колхоз, поэтому они себе могли позволить построить такой шикарный дом культуры с отделкой, с лепниной, с разрисовкой зрительного зала. Даже фойе было разрисовано, потому что вот эти росписи – это дорогостоящие вообще вещи. Здание с богатой историей никогда еще не знало капитального ремонта. Любимый всеми местными жителями объект находится в густонаселенном районе. Туда продолжают ходить дети. И то, что большая часть находится в аварийном состоянии, было просто недопустимо. Благодаря краевой программе развития культуры и активной позиции местной власти, была составлена проектно-сметная документация, и в этом году приступили к капремонту здания. Полностью разбор всех конструкций – это стропила, балки, обшивка вот это все, и установка нового материала с завершением установки и крови. Сейчас идет первый этап капитального ремонта дома культуры, но несмотря на это его работа продолжается. Культурно-массовые мероприятия не прекращаются, они продолжаются, и будем мы в дальнейшем работать. Плюс работает библиотека, выдачи книг тоже продолжаются. Ну а в дальнейшем, когда пройдет полностью капитальный ремонт, я думаю, обязательно мы увеличим тут штат и поднимем работу. После завершения внутренней и внешней отделки здания и обустройства территории, сельский дом культуры заживет новой жизнью. Пройдет не так много времени, и он широко распахнет свои двери перед жителями поселения и станет для них настоящим центром культурной жизни и общения как для взрослых, так и для детей. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».